Добрый день! Добрый день! Уже почти полтора месяца. По специальности вы? Я инженер, строитель автобинной дороги. Я работала в банке. В банке. Да, экономист. Замечательно. Вы изначально приняли решение репатрироваться, потом пришли в Сахнут, узнавать, какие бывают варианты, и вам там рассказали, да, в программе «Первый дом на родине». Какое было у вас впечатление? Вы сразу решили, что это вам подходит, или вы думали об этом, и что именно вы думали? Как вы пришли к выводу, что для вас правильно эта программа? Ну, больше всего, большую часть дало то, что смотрели много видеороликов. Ага. Общение в Сахнуте дало свое, но больше, конечно. Нам уже когда в Сахнуте посоветовали, что если у вас есть ребенок маленький, вам… Есть программа «Первый дом на родине», которая, как я считаю, мы считаем вместе, я думаю, лучше, наверное, программа для семьи с маленькими детьми, которые нужно определяют в садик. Которым надо много гулять. Много гулять. На воздухе, на улице. Много внимания надо им. Поэтому программа «Резёты». То есть это то, что вы знали, или это то, что вы говорите сегодня, прожив уже полтора месяца? Это, в принципе, то, что мы знали, и то, что мы подтвердили уже здесь. Да, здесь мы это подтвердили. Ага. То есть с момента, как вы приехали, вы действительно чувствуете, что вы не ошиблись, и вы выбрали правильно? Мы абсолютно ошиблись. Замечательно. Тогда давайте буквально в нескольких словах, чтобы и вы быстрее вернулись на занятия, и не утомлять людей, которые будут смотреть, в нескольких словах. Значит, из чего состоит программа? Да. Вот началось общение с вами, когда вы ещё были в Украине. В Украине. Вам звонили по телефону. Да. И объясняли, что будет здесь с момента вашего приезда на ближайшие полгода, как минимум. Да, что вы приедете, что вас встретят, что будет квартира, что будет садик, что будет это. Значит, вы получили энное количество информации. С вашей точки зрения, вам хватило этой информации вот сегодня, сидя уже здесь? Да, нам хватило. Просто, я так понимаю, что раньше не было роликов, а сейчас уже появились много роликов. Мы очень просмотрели большое количество роликов про ЦИЛИМ, вообще про все кибуцы, про все, которые есть варианты и по прямой абсорбции, и по репатриации, именно непосредственно в кибуце. И мы сделали выбор, что нам лучше, конечно, репатриировать сюда в кибуц. И из этих роликов вы, наверное, информацию почерпнули? Конечно. Что брать с собой, как организовываться, как готовиться, на что обратить внимание и так далее. Окей. Да, и не только на официальном сайте, то есть смотрели полностью, искали по интернету всему. Ага. Полностью обозрали, да. Есть варианты, что-то. Люди тоже, которые репатриировались, тоже и в кибуце по прямой абсорбции, тоже оставляют, чтобы люди могли понимать, что брать, как брать, как правильно собираться. Отлично. Но нюансы здесь просто, да. Понятно. То есть вы подошли основательно к этому делу, да, изучили материалы и пришли к выводам. Окей. Значит, из чего стоит программа? Начинается общение еще до приезда. После того, как семья прилетает, она едет сразу в тот кибуц, который был договорен. Предварительно, да, по телефону. Уже по телефону все было определено, вот, всю информацию про конкретный кибуц вы получили, и сколько, что будет стоить, и что есть в караване, чего нет, что брать, что не брать. Так, приехали в кибуц, в кибуце встретили. Да, встретила нас Катрин. Катрин, замечательная девушка. Катрин супер вообще. Просто несловно. Катрин, это живая легенда. Это вообще. Мы были наслышаны, они, но... Да, позже мы узнали, я просто не знал, что она и преподавала в Ульпане 20 лет. У нас просто была такая ситуация, у нас воспитатель в нашей группе, куда ходит наша девочка, она заболела. Она заболела, заболела. И, получается, мы приехали пораньше, чтобы, думали, адаптация пришла у ребенка, а как раз ее не было. Мы очень переживали, что мы не пойдем в Ульпан, там, первые дни. Пропустим уроки. Катрин говорит, вы не переживайте, приходите ко мне на уроки, она нам преподавала еще там где-то неделю. Ну, вообще, просто молодец. Мы в Ульпане ходили, занимались, чтобы ничего не упустить. Чтобы не упустить. Получилось так, что и Ульпан потом чуть-чуть принесли. Получилось, и садик мы повели в один день, и Ульпан поехали в один день. То есть, Наташа один день пропустила, я один день, и так, а потом мы вместе. То есть, ребенок привык, у нас ребенок ходил в садик. Вот я вот это хотела уточнить. Как ребенок привыкал? Нам сказала так, Наташа господинка, такое впечатление, что ребенок родился в Израиле, прожил в Израиле. И пошел в садик в Израиле. И пошел в садик в Израиле. Ей все нравится, она говорит, и есть хорошо, и спит хорошо, и играет хорошо. То есть, она со всеми детьми. И сразу на целый день. Понятно, что, языковой. Нет, получается, мы первый день, я с ней ходила, потом Максима, и менялись. Да, потом я один день был, и потом получилось так, что... Но вы после Ульпана ее не забираете, она до четырех остается. Нет, она до четырех, она спит в обед, она ложится, она знает, что нужно лечь спать, если заводится. Она с радостью просыпается, с радостью идет. И ей не мешает, что она не понимает, нет, у нее есть двоюродная стричка. Первые пару дней было тяжело, потому что она привыкла к общению русскоговорящих. А все говорят на иврите, и она не поймет, что от нее хотят. Если говорят детям на иврите встать, она не может понять. Сейчас, я думаю, она уже адаптировалась, поэтому там дети хватает очень быстро. Дети моментально, гораздо быстрее, чем мы, к сожалению. Она любит очень здороваться, потому что она знает это слово уже хорошо. Потом вычисло убирать немножко слова, и это будет. Мне вообще хотелось сказать, мне очень нравится садик. Мы просто ходили, когда у ребенка была адаптация, я ходила с ней. Мне очень понравилось, отличаются садики от наших. Здесь вообще большое внимание уделяется на развитие детей. Вообще очень... У них каждый день отличаются друг от друга. То есть, допустим, один день они сегодня там идут на какую-то экскурсию, там второй день, они вот сегодня поехали на спектакль в эшколь здесь. То есть, каждый день такой насыщенный вообще. Он воспитатель сказал сегодня, что, ну, вчера еще сказал, что можно по линии ехать самой, говорит, я за нее, говорит, приживаю. То есть, наверное, может идти на гульпан. То есть, она с детьми, все, она спрашивается нормально. Она понимает, что воспитатель это за садик. Приятное, это очень приятно. Да, да. Очень много, конечно, внимания в садике очень. Детьми, по фрату у нас воспитатель превосходный. И помощников много. То есть, как в Украине, в России, один-два. Есть помощница одна там. Ну, здесь тоже в городе один-два. Ну, я имею в виду в Кибуце. А в Кибуце, да, в Кибуце, три-четыре, да. У нас один из детей в группе, и четыре человека за ними смотрят. Это, конечно, вообще превосходно. Это замечательно. Прекрасно. Окей, с садиком понятно. Что с жильем? Жилье приспособленное? Да, жилье приспособленное. Мы, в принципе, так тоже уже просматривали ролики. Мы были подготовлены. Мы уже знали, что с собой взять, чего там не хватает. И, в принципе, то, что мы ожидали, то мы и получили. Жилье обустроено, по-моему, все, как тоже для хозяйки, все устраивает. Все самое необходимое, все есть, все функционирует. Все. Мы приехали, я не знаю, говорили, что Катрин, просто домики. Мы, домики были все в идеальном состоянии, чистые были. Поэтому, как бы, проблем с этим. Ну, прекрасно. Все, что необходимо до жизни, все есть полностью. То есть, ничего не покупают. Там даже если чего тогда не хватает, можно сказать, Катрин она обязательно принесет, достанет, найдет, свое даст. У нас была просто ситуация, что нас с багажом получила. Да, да. Катрин нам свои вещи, там, я не знаю. Детям, все, что можно. Детям, да. Все, что можно, да. Прекрасно. Я очень рада. Отлично. Значит, с детским садом разобрались, квартиры разобрались. Значит, вы приехали, вы сейчас подписали договор на полгода. Да. В эти полгода что вы должны успеть сделать? В первую очередь мы должны выучить язык на уровне алифа. Да, на уровне алифа. Нет, на гораздо более высоком уровне вы должны выучить. Это в городе учат на алифа, а вы сразу на бет и на гиммл. Сразу. Да. Так. В первую очередь, да, язык. Потом. Успеть осмотреться, оглядеться. Успеть осмотреться и познакомиться с большими людьми, чтобы понять, как дальше, что делать. Как дальше, что делать. Да, потому что первые шаги по работе, понятно, что... Все будет зависеть от того, как мы выучим язык. Да. А мы же знаем, понимаем. Мы это как бы понимаем, что... У вас, на удивление, в этом году есть две семьи в Цейлиме, которые остались с прошлого года, которые сами прошли этот процесс, да, и которые вам четко объяснены. Ребята, не упускайте ни одного дня из Ульпана, потому что это напрямую... Они, кстати, до сих пор говорят, если бы можно было, мы бы сейчас еще походили к Рахе. Да, на Ульпан. Это самое лучшее время было, которое... Да, да, его надо использовать по максимуму. Да, мы с ним общаемся. Да. Теперь, значит, закончатся эти полгода, у вас есть два варианта. Вариант остаться в Цейлиме еще на полгода, искать работу в Цейлиме и вокруг, и вариант переехать в город. Правильно, из этого состоит программа. Вы боитесь переезда? Потому что многие говорят, я не поеду по программе Первый дом на родине, потому что потом надо переезжать в город, я этого боюсь, мне это не нужно, я сразу поеду в город, окунусь и все. Если надо будет переехать, вы этого боитесь? В принципе, не боимся, да. Где будет работа, туда уже будем переезжать. Пока мы нацелены на то, что мы, наверное, до года будем все-таки в Цейлиме, потому что такие условия, как в Цейлиме, мы вряд ли где-то найдем, либо в городе, либо... Мы даже уже наслышаны про другие кибуцы, вообще мы думаем, у нас рай, а не кибуцы. Все удобства, просто супер. И цены, и удобства, и люди, и атмосфера вообще просто. Я довольна в принципе. Цены, понятно, что дешевле, чем в городе, все дешевле. То есть даже исходя из того, что после полгода обучения нужно будет дать какую-то минимальную работу, но все равно то и минимальной работе, если поехать в город, минимальные зарплаты, да. Зарплаты, снять жилье, где ребенка в садик определить, это... Ну, я думаю, еще полгода Цейлима и будет вообще отлично потом переезжать, можно будет спокойно. Отлично. Работа будет легче, уже легче будет. Я очень рада, что вы это понимаете. Мы с вами всей душой, мы честно верим в то, что в кибуце надо прожить минимум год. Да. Это потому что тот еврит, который вы набираете в Ульпане, надо применить. Да. А применить его лучше всего с евритоговорящими в кибуце. И одна из распространенных ошибок некоторых семей, потому что они через полгода с Тремля голову убегают в города, где живут большинство русскоязычные, попадают на предприятия, где одни русскоязычные. И весь язык, который выучили, уходит в песок. Да. Просто. А цель, она как раз наоборот. Цель укрепить, закрепить те знания, которые получены в Ульпане, для того, чтобы потом выйти уже, стоя на двух ногах, практически израильтянами в эту непростую нашу израильскую жизнь. Да, после полгода, после окончания Ульпана, что потом на первоначальной работе, на первой работе, которая будет даваться, среди евритоговорящих. Это будет, конечно, еще один плюс. То есть еще дальше продолжать свой язык. Ну что, вы хотите передать что-то семьям, которые еще там? Что-то порекомендовать им? Я хочу порекомендовать действительно, чтобы учили язык. Потому что мы с Максимом занимались просто дома. И нам легче. Мы просто видим, что нам легче по сравнению с другими. Даже не в том плане. Просто очень большой. Мы понимаем, что весь уровень Алифа нельзя охватить за 4 месяца. Поэтому что хотя бы какие-то азы дома надо выучить. Это будет большой плюс здесь. Еще я хочу сказать, что если кто-то думает с детьми, то я рекомендую всем Кипу Целим. Просто очень чудесно, замечательно. Ты что, вам там места тогда не будет? Вас сейчас атакуют? Очень замечательные люди. Хорошие условия. Все доброжелательные. Все вообще просто... Они у нас уже даже бывают. У нас соседи, они поехали, куда они? В Афакин ездили. В Афакин. Вы с Кипу Целим? Да. Мы вас подвезем. Поехали. Мы вас узнали. Мы вас бесплатно отвезем. То есть как-то там все друг друга знают. Вообще как большая семья. Да, те, кто семья, есть небольшой ребенок, либо двое детей. То есть небольшие. Лучше, конечно, кибуц. Потому что многие, некоторые отказываются от кибуцов. Едут по прямой абсорбции, сами там устраиваются. Тяжеловато. Все равно даже если есть какое-то под минимальное знание языка, все равно тяжело. Мы учили, да, занимались. Я ни капли не жалею. Спасибо нашему учительу Люды с Мелитополя. Которая нам дала очень много. Привет большой. То есть мы пришли на Ульпан. Нам это было уже диковинку разбирать буквы. И все, и пошло, и пошло, и пошло. То есть мы сидим. И мне это нравится, потому что мы это можем, мы это понимаем. И мы вникаем дальше и дальше. У вас не было шока? Да. Шока не было этого, да. А у других был шок от количества. Кто не выучил даже алфавит, это очень, конечно, шокирует. Потому что другие буквы, другое правописание. Большой, очень объем большой информации. То есть, да. Все, что вы учили там несколько месяцев здесь за пять дней. Да, да, неделю проходит. Неделю пролетает, но все равно. Все равно легче. Читать легче. Какое-то богатное знание есть, уже сто процентов. Людей воспринимать легче. Какие-то фразы уже отдельно выхватываешь из разговора. Отлично. Вообще, надо знакомиться, я считаю, и с культурой страны, и с языком, и вообще со всем. Потому что, когда ты приезжаешь... Вот у вас есть Борис Каминский. Борис Каминский, да. Мы как раз приехали, праздники были. Мы просто вот как-то вот и преподаватель нам рассказали. Мы вот приехали, мы уже, в принципе, знали, что это за праздник, что это. Как-то уже легче по-другому воспринимаешь. Мы приезжали на сами праздники, в Санкт-Петербург. В этом году больше всего праздников выезжали. Ну, и я думаю, до репатриации нужно знакомиться с традициями. С культурой страны, потому что приехав сюда, потом здесь... Спасибо. Спасибо вам за эту рекомендацию. Несколько слов Сахнуту в Украине. Сахнуту и Саше привет. Саше Сапорожье. И нашим тоже Люда. Люда и с Вадиком тоже большой привет. С Мелитополем. Мы их очень любим. Да, любим, помним, помним их помощь, как они нам помогли, и Саше, и Смелитополем наши. Всем, кто нам помогает сейчас тоже в Кибуце. Катрин, Галина. Галина, конечно. Спасибо. Рассель. Юля, вам. Лена, вам Лена, да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, удачи вам, чтобы у вас все получилось так, как вы хотите, а мы будем с вами. Спасибо. Спасибо.